Кубанские аграрии снова показали очень высокие результаты. Из года в год наш край подтверждает статус гаранта продовольственной безопасности России. 14 миллионов 300 тысяч тонн – вот вес кубанского каравая в этом году. И самое главное то, что земледельцам удалось добиться успеха в очень непростых условиях. Свой весомый вклад несли и славянские труженики села. Об этом и о многом другом шла речь на районном празднике День урожая 2023. Подробности этого события в репортаже, который открывает наш выпуск новостей. Каждый год празднования районного дня урожая знаменует собой завершение уборочной страды, подводит итоги огромного самоотверженного труда. Этот праздник давно уже один из важнейших в году. Он стал символом любви к своей земле и настоящего профессионализма. Славянские аграрии подошли к нему не с пустыми руками. Им есть чем гордиться. Они поработали на славу. Преодолев погодные трудности, сумели собрать отличный урожай. И это радует. Коллектив прекрасно сработал. Урожай у нас в этом году 75,5 сантиметров с гектара. Это для нашей площади, для наших, я считаю, это прекраснейший результат. Также получен был 60,6 урожай пшеницы. 24,5 сантиметра – это соя. Прекрасный урожай, прекрасный результат. Техника обновляется. В этом году было куплено 4 новых К-700. Также были куплены сельхозоборудования, почвообрабатывающая техника была приобретена. За каждым зернышком стоит большой труд. Хороший урожай – это результат совместного труда агрономов, механизаторов, трактористов, комбайнеров и ученых. В городской дом культуры были приглашены те, кто обеспечил отменные результаты сельскохозяйственного года. Ты, как дочку великой России, Материнским согреет на тепло, Здесь по небу, без золочек синим, Моя Родина, мой общий дом. Всех собравшихся в зале аграриев от души поздравил с праздником глава Славянского района Роман Сенеговский. Нам есть черт с вами гордиться. У нас хорошие валовые показатели. Мы с вами собрали почти 480 тысяч тонн зерновых, зернобоговых культур, почти 310 тысяч тонн риса, почти 20 тысяч тонн надоели молока. За этим стоит, конечно, огромный труд, огромный труд механизаторов, огромный труд комбайнеров, поливальщиков, как я уже говорил, работников столовых, чтобы никого не забыть. И переработка наша она с нами. Всем спасибо за труд. С праздником, дорогие друзья! Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что все зависит от того, как сработают работники полей и ферм, как они постараются вырастить отменный урожай. Их усилия вознаграждены. Это праздник тех, кто трудится на земле. Как сказал Роман Иванович, вы действительно обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Не страшны нам никакие санкции. Благодаря вот вам, нашей полке магазинов полны. Я хочу низко поклониться всем, кто работает в полях, на фермах, в садах и в сопряженных областях. От зарит за зарит вы трудитесь. Низкий поклон вам за ваш праздный труд. Добра вам, мира, благополучия. Ну и, конечно же, хороших урожая. Самое главное действие этого праздника – церемония награждения. Начальник отдела животноводства и малых форм хозяйствования Управления сельского хозяйства района Валерий Тихоцкий стал заслуженным работником сельского хозяйства Краснодарского края. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса благодарностями и почетными грамотами были отмечены руководители предприятий, их подразделений, специалисты и работники. Коллектив агропромышленной фирмы «Кубань» стал лидером по урожайности зерновых колоссовых и зернобобовых культур. Среди структурных подразделений лидировало первое отделение этого хозяйства, а второе место – у седьмого отделения предприятия «Анастасиевская». Коллектив очень сплоченный. То есть все работают один за всех, все за одного. И поливальщики хорошие, и трактористы, и комбайнеры, такие как Олейник Дмитрий, Вяткин Владимир, поливальщики Чуй Сергей Григорьевич. То есть все стремятся к достижению высоких результатов. На перевозке зерна с поля на ток первенствовал водитель Алексей Лапшин. Он перевез 1211 тонн зерна. Перевозил пшеницу, рис, старался полемехток. Будем стараться и дальше так продолжать работать. Мы старались убрать все вовремя, чтобы не было потерь. Славянские животноводы продемонстрировали в 2023 году отличные результаты. Победителем соревнования среди операторов по выращиванию молодняка, крупного рогатого скота, уже не в первый раз была названа телятница Юлия Игнатенко из акционерного общества «Приазовская». Это настоящий мастер своего дела. Без труда не вытащишь рыбки из труда, поэтому прилагаем все усилия, любовь, труд, желание должно быть. Поощрение, конечно, как бы влияет на это, на желание. Стараемся. От коллектива многое зависит. Мы дружные, мы друг другу помогаем и выручаем. Наивысшую урожайность на уборке риса с площади свыше 3000 гектаров получил коллектив агрофирмы «Приволе» с впечатляющим результатом без малого 85 центнеров с гектара. Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес тружеников, которые всю душу вкладывают в общее дело. И все эти слова заслуженные. Была весна сложная, дождливая, лето было холодное, осень была тоже сухая у нас. Но могу сказать, что наши труженики сельского хозяйства справились с этой задачей на отлично, потому что в таких условиях и получили очень высокие урожаи. Поэтому хочется сегодня пожелать им, что прежде всего это здоровье, пожелать терпения, ну и естественно высоких урожаев. Ну и самое главное, наверное, для тружеников сегодня это повышение заработной платы. Для того, чтобы пошли люди к ним на предприятие, ну для того, чтобы пошли молодые специалисты на предприятие, значит им нужно всем черковским предприятиям обратить внимание на молодых людей. Это значит прежде всего, что это должен быть человеческий фактор, это социальная направленность должна быть, уважение и обязательно наставничество. И тогда молодежь пойдет. Переходящим кубком имени героя социалистического труда Марии Ефимовны Барановой на уборке риса награжден коллектив акционерного общества «Приазовская». Начало уборки риса тоже такие пошли дожди. Сентябрь начался с таких проливных дождей. А потом, видите, какая прекрасная погода. Мы все посеяли, спахали, посеяли, все технологические операции выполнили. И поэтому хозяйство в целом сработало положительно. Мы в общий каравай края положили 31 тысячу тонн зерна. Ну это вы представьте, у нас 6 тысяч гектар земли. Кроме того, у нас где-то около 1000 гектаров люцерна, корма. И вот в среднем мы получили, в среднем, по 60 центнер именно на каждый гектар. Ну надо же выкинуть, это кормовые культуры. Поэтому есть чем гордиться и спасибо коллективу. На церемонию награждения, сопровождаемой громкими аплодисментами зала, подходили агрономы и механики, комбайнеры и сжатчики, водители и операторы машинного доения, а также разнообразные специалисты сельхозпредприятий. Все они были достойны честования за свой благородный труд. Хорошим подарком для участников мероприятия стали выступления народного мужского ансамбля «Самородок», народного хореографического ансамбля «Ритмы планеты», детских творческих коллективов нашего района. И когда прозвучали ставшие широко известными слова из песни «Хлеб всему голова», которая считается гимном аграриев, все собравшиеся встали со своих мест, чтобы слушать эту песню стоя. Субтитры создавал DimaTorzok Честь и хвала беззаветным славянским труженикам аграрного сектора. Впереди у них будут новые трудовые свершения и победы. И пусть им всегда в нелегком, но очень нужном труде сопутствует успех. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».